проверка соединения франция париж связь сегодня у нас на связи мой товарищ из франции парижа антонио тюсо двукратный чемпион европы америке 10 град и чемпион франции входит в топ 16 лучших картистов мира независимо от категории привет привет мой свет здравствуйте товарищи ну что я я вас приветствую как там у вас как как у вас настроение как погода все хорошо погода нормальная отменили карантин режим маски карантин уже отменили доджо еще не открыты но тренироваться можно в парках он спрашивает как твои дела мои нормально у меня доджо пока еще дома видите у нас вроде тоже вроде как и отменили и не отменили но в общем непонятно еще но пока мы тренируемся на всякий случай дома не было каких-то недоразумений так у вас парижа связь плохая нормально в париже все ну все насти а ты готова переводить окей я вам представляю наших гостей сегодня у меня в гостях мой товарищ антонио тюсо из франции я знаю его давно как крутого бойца я давно видел наблюдал за ним как он выступает сейчас он двукратный чемпион европы двукратный чемпион абсолютной америки входит в топ 16 чемпионата мира десятикратный чемпион франции и на последнем чемпионате мира мы с ним пересекались и был такой тяжкий крутой насыщенный бой он короче показал себя как реальный мужик поэтому я решил с ним сделать эфир окей антонио my friend how are you а я забыл сказать нам переводит переводит наша подружка из молдовы она сейчас живет во франции тренируется занимается каратэ на каратистка и она согласилась нам по-дружески перевести наш разговор спасибо тебе настя поклон тебе большой окей ну давайте сначала начнем но у нас такой разговор больше он для детей родителей детей которые занимаются для бойцов для тренеров для спортсменов но иногда из и входят некоторые люди которые они связаны с каратэ и наши разговоры могут помогать там каким-то может ребятам на выступлениях может каким-то родителям чего-нибудь нормально за не быстро может родителям как-нибудь помогают какие-то подсказки даем и также мы можем по жизни какие-то вещи рассказывать может кому-то поможет но начнем с того что у меня я написал вопросы написал я несколько вопросов и мне еще поприсывали люди вопросы потом если хватит времени вы можете мне еще задать вопросы так во сколько лет как где антонио начал заниматься каратэ или или чем он начал вообще заниматься в начале и как пришел короте и как пришел короте и а и и и Меня привел друг в карате. Я занимался джиу-джитсу 2 лет. С 13 лет я занимался джиу-джитсу. Чем занимался? Джиу-джитсу. А вот что. Японским джиу-джитсу. Японским? Со сколько лет до сколько? Что-то вы пропадаете. У вас что-то плохое. Да. Если что перейдем потом на мой профиль. У вас там будет лучше ловить. Со скольки он лет занимался джиу-джитсу? В 15 он занимался джиу-джитсу, японским джиу-джитсу и джи-до. И потом в 15 начал заниматься карате. Два года занимался джиу-джитсу? Да. Он говорит, что потом ему надоело заниматься джиу-джитсу из-за того, что не было чемпионатов. Он говорит, что у них были маленькие межклубные соревнования, в которых он выиграл два раза и уже заниматься третий год ему не хотелось, и как раз тогда его друг привел на карате. В 15 лет. Нормально это достойно. В 15 лет начать и сейчас такой результат. Молодец. Окей. Смотри, когда я был во Франции, я был два раза в Берси в этот турнир, который проходил абсолютно чемпионат Европы. Там большой такой праздник, концерт. Расскажите про этот праздник или как это называется? Там проходит такой фестиваль боевых искусств, я так понял, да? Там есть в Париже Берси, что такое? Это так здание называют или что такое? И там проходит много разных единоборств, каких-то там видов спорта. Кунг-фу, джудо, все подряд. И в этих рамках проходит наш турнир. Чемпионат, абсолютный чемпионат Европы проходил. Бывают делать какие-то показательные, бывают какие-то матчевые встречи, рейтинг-бои, какие-то бои. Ну, вроде как показать наш вид спорта. Я однажды там дрался, и вроде так дерешься, свет так падает на татаме, а вокруг темнота. И один раз так фонарь, короче, вот так провел по темноте, а там людей, тьма, тьмущая, я думаю, на меня смотрит полмира, мне кажется. Там столько людей, зрителей. Сколько там вообще зрителей. Расскажите об этом, что это такое вообще, этот праздник спорта в Берси? Я помню, как в Берси, в Берси, в Берси. Вообще Берси это такая спортивная, не только спортивная арена, это как большой концертный зал, и там проводятся вот и разные мероприятия спортивные. А, сейчас я помню. 15 до 18 тысяч зрителей вообще бывает. Да с каких? От 15 до 18 тысяч зрителей. Вот, я видел, что там вообще тьма, мне аж чуть-чуть трусить начало. Больше, чем в Японии, мне кажется, нет? Я думаю, что там больше людей, чем в Японии, в Берси. В Берси, в Канцер Антли. Я думаю, что это точно, что гораздо больше людей, чем в Японии, чем в первый день соревнований, в Японии. Нет, нет, нет. Какие это происходит? Это действительно большое событие. Это действительно большое событие. В Берси-байке, который приходит в Берси, это большое мероприятие, очень крупное. В следующий фестиваль пройдет 3 апреля, он должен был пройти сейчас, в марте. Но они перенесли его на 3 апреля 2021. Это возможность демонстрировать свою дисциплину, и это важно, чтобы получить хорошую prestацию. На этом фестивале каждый может показать именно свою дисциплину, свою боевую искусство, чем они занимаются, и поэтому очень важно серьезно подготовиться к представлениям. Это было очень важно, что это было на интернет. В ранее, этот фестиваль показали в прямом эфире на телевидении, на 6 канале. Здесь каналы были первые, вторые, третьи, девярые, пятые и шестые. Нет у них названий. Потом постепенно они начали показывать на кабельном, по кабельному телевидению, и потом сейчас перешло все в Ютуб, в интернете. Слушайте, а я... А, давай еще, продолжай, продолжай. Было очень много очень интересных представлений с Хитошей Киямой и с Ирюна Рушимой, например, которые проходили в Берси. Не смейся. Я просто хотел тоже об этом сказать, что там настолько серьезный фестиваль, что я этот еще турнир видел давным-давно на кассетах. То есть туда приезжали и русские, и японцы, и Каньчо там делал показательные. Это, я так понял, весь мир можно посмотреть на эти... Можно перед всем миром показать свой вид единоборств. Да. 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 До недавних пор в Франции ММА было запрещено и вот буквально пару месяцев назад его легализовали, ну можно заниматься, потому что раньше все чемпионаты проходили в таких в подвалах, короче, нельзя было провозить легально чемпионат по ММА. Сейчас все это уже можно и как бы для того, чтобы люди могли все равно выступать по таким правилам, они создали такой микс карате и ММА, где они выступали в касках, дрались, были разрешены удары в голову и как бы использовали с перчапки тоже защиту на руки. И все, все могли записаться на эти соревнования. И я думаю, что есть еще больше карате, есть Санда. И Ушу Санда тоже могли участвовать на этих соревнованиях. И потому что Ушу Санда тоже они под французской федерацией карате. Ага. То есть ММА у них нельзя было, а этот бокс Сават, который у них в колене бьют прямые ноги, это можно было, да? Ушу Санда. Ага. Ушу Санда, а у него в колене… Ушу Санда. Я так понимаю, там не совсем такая благоприятная обстановка для Киокшинкай во Франции. Нет какой-то особой поддержки, нет финансирования. Ну, как и везде, наверное, во всех странах. Как ему умудряется вот в такой стране без поддержки. Ну, я-то все понимаю. Я так сам жил. Многие так бойцы живут. Нам просто для понимания, для людей, чтобы понять, как без поддержки, как без такой серьезной там федерации выступать и добиться такого большого топового уровня в мире, как у него. Как у него получается ездить там за свой счет, не за свой счет, кто-то помогает, какие-то спонсоры. Я знаю там, как что есть, но расскажите людям. Я знаю, как это происходит, но надо рассказать уже. Ну, для того, чтобы идти в Европе, нужно победить в Франции. Для того, чтобы участвовать в Европе, нужно победить в Франции. Да. 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 Они оплачивают билеты на самолет. Это хорошо. Да. 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 Это как Москва, там, Королёв. Подольцы. У них есть свои мэрии. Здесь даже в округах Парижа есть свои мэрии. И если, допустим, ты тренируешься в 10 округе, то этот зал зависит от мэрии 10 округа. У них есть своя мэрия, которая помогает спортсменам, добившимся результатов. Спасибо. 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 Ну, я понял. Кстати, не так все плохо, как я думал. Я думал, там у них вообще все глухо и все тяжело. Кстати, еще более-менее нормально. Я думаю, что это все благодаря Шихану Жаку Легре, который многолетняя работа и добивался того, чтобы наконец-то Кюхушин призвали как вид спорта. И чтобы тоже начали помогать и поддерживать спортсменов. Круто, но уже у них, я так понял, второй раз уже чемпионат Европы будет проводиться. Ну, даже не второй раз, это уже... Ну, второй раз в Лионе. Уже... Кстати, мне спрашивали вопрос, когда... На когда перенесут чемпионат Европы? Еще неизвестно, да? Неизвестно. Ну, да, понятно. Короче... А вот этот... Вместо меня Загайнова взяли. Его он собрался на Кубке России. У нас тоже идет отбор. Кто на Кубке России входит в призы, того берут на чемпионат Европы. Я не выступал, а они как бы приехали... Он приехал специально для отбора на чемпионат Европы. Все отдыхали, а он приехал. Ему там даже не получилось, не удалось там войти, не стать первым. Он стал третьим, но от РНФК он самый как бы большой результат показал от нашей Федерации. Его теперь берут на Европу. Ну, он как бы нормально, пусть едет, молодой. Нет, а сколько можно уже кататься? Слушай, ты говоришь кварталы, районы, там, десятый квартал. А тринадцатый район есть, как в этом фильме, помнишь, когда тринадцатый район, который хотели взорвать? Который самый преступный был там. Не смотрела этот? Не смотрели фильм этот старый про тринадцатый район? Французский такой крутой. Есть реально такой район? Вообще не район, а округ, это округи. Ну, хотя бы что это такое? Это у вас как-то Париж поделен на Миранги? Отступление в историю. Париж строился как улитка. Как Москва. И там первый округ. И потом вот он обрастал постепенно этими близлежащими деревеньками. И поэтому сейчас двадцать округов Парижа. Рейксподи, кому нас следит, где-то огня нам весьма. Короче, на Москву похож, да? Я понял. Хорошо. Слушайте. Я знаю, что многие ребята, которые и добились результата, и каратисты, и наши ребята, бойцы киокушина, помимо того, что там занимаются, ведут какие-то персональные тренировки по фитнесу, где-то еще. Он чем занимается помимо киокушина? Где-то работают, или только киокушин преподает, или в каком-нибудь клубе работают. Я тренирую. Я тренирую. Я тренирую в своем клубе, в АСВД, там, где я тренируюсь. Четыре года назад я открыл свою группу в другом доджо. Я делал курсы для детей, и в параллельно я работал в сексурии. Раньше я работал, тренировал детей, и также работал в сфере охраны. А группа это киокушинка, или там какие-то, может, другие еще? Что по-моему? Я думаю, на Сукушу. Да, киокушинка. Все, окей. Как проходит подготовка к серьезным турнирам, больше чем чем чемпионат Франции? Там Европа, Япония, мир. Как, где, с кем он готовится. Как ты предварил технических соревнований? Как ты предварил чемпионат Франции? Как и где ты предварил? Ну, уже... Ну, уже... Ну, уже... Ну, уже два года. Ну, уже три года, сейчас. Я тренирую много все alone. Я тренирую в первую очередь. Мой сенсею, он у него несколько проблем. Я уже тренирую много все alone. Ну, уже три года назад у моего сенсея были какие-то личные проблемы, и он не мог тренироваться и тренироваться, и поэтому я начал тренироваться сам. Ну, у меня подготовка, базовая такая тренировка, рутинная тренировка, которую я занимаюсь постоянно. И когда уже ближе к чемпионатам, то я добавляю новые упражнения, более специфические упражнения в свою подготовку. Я тренировалась с моими учениками, в конце концов, и с вами, когда я занимаюсь тренироваться, я занимаюсь тренироваться со своими учениками. и также приезжал боец из Венгрии Мейт в Бадар, два раза. И также у меня есть несколько спарринг-партнеров, с которыми я спаррингую. Jean-Paul Jaco. Jean-Paul Belmondo. Али, который тоже был на чемпионате мира. Мы очень много готовились вместе к этому чемпионату. И примерно раз в месяц или раз в два месяца я организовываю не как сборы, а как встречу. Боевой класс, я видел. Я хотел об этом спросить. Как они собираются? Fight-класс такой. Кто приезжает, кто там? Кто на этих встречах? Кто на этих встречах, и те кто может приехать из-за рубежа, они приезжают в субботу и тренируются вместе. Я сказал, что мы начнем с СИБД, и чаще всего мы начнем с СИБД, и мы начнем с СИБД в СИБД. Да, конечно. И когда кто-то приезжает из Далика, то обычно начинают сутренние тренировки в СИБД. И приходят они на вечернюю тренировку, если хотят в другое доджо. Так же бывает, что раз в два месяца, как мы собираемся вместе, там есть ученики Лучана Гогунела, также приходят бойцы из клуба Дженни Белкоджи, ученики Батиста Де Луне, разного ввода. Батист Де Луне – это тренер ШНС, который стал третьей на мире. А, понял. Девочка. Да. И также вот у него ученики, у него очень много хороших юниоров, ну и в принципе собираются около 40-50 человек. О, нормально, классно. Это раз в месяц проходят такие трочки? По месяцу зависит от календаря соревнований. Да, понял, понял. Хорошо. Да, да, да. Что еще? Что? Приезжай. Да, все. Так мне недалеко, что тут, на велике нужно доехать. Там люди из-за границы приезжают. Я так понял, этот из Венгрии Мэйд приезжает, ему там как-то по-быстрому на машине можно доехать или как? Или как они так быстро перемещаются? Хотя далеко же ехать с Венгрии. Ну да. Ну полтора дня ему ехать с Венгрии. А он как приезжает? В полете, прилетел. А, на самолете. Ну да, нормально. Окей. Смотри, Антоний вопрос, а ты переводи. Антоний, ты двукратный чемпион Америки, абсолютно. Расскажи про каждый бой. Я знаю, что про каждый из них. Про каждый бой не надо рассказывать. Про каждый из этих турниров. Потому что Чехат Америка – это такой престижный турнир. В финале, в одном из них он одарил Алекандро Навара. В одном финале он одарил Ашота Зориняна, что тоже не очень плохо, очень круто. Просто как, хотя бы там тезисно рассказать, как он к этому шел? Как тяжело было, не тяжело? Какие бойцы были, что как? Я хочу рассказать, что это было раньше. Когда я приехал, я расскажу про тот чемпионат Америки, на котором я занял третье место. Так, я уже приехал. И у меня есть небольшие проблемы с транспортом. А у меня Airbnb был в Гармене. Это что такое? Район вверху Манхэттена. Ну, там такой микс. Латиносы, черные. А, я там ел по доллару эту пиццу. Я знаю. Я туда ходил по доллару пиццу есть. Да, да, да. И так как я приехал очень поздно, Airbnb не открыли. Что такое Airbnb? Что такое Airbnb? Это что такое? Я не понял. Ты снимаешь квартиру. Ага. Вот. И поэтому я начал искать отель, чтобы где-то поспать. Я была только с одной из головы, но я не могу найти свой телефон. Расследился мой телефон, пока я искал отель. И я спросил, что я нашел Макдональдс, в котором я мог зарядить свой телефон. И потом же время близилось к утру, четыре утра было, и я не мог понять, что время так быстро идёт. Что? Ты его по-русски скажешь? А, да. А, да. И, в момент момент, я присел на скамейку и снова. И потом пошёл дождь. Парижанин поехал именно в Америку. Я вернулся в Макдо, по-русски. Дальше я в Галлиенби, и я в Галлиенби. И я в Галлиенби. Днём. Он сам поехал на турнир, что ли? Без тренера, без друзей там. Нормально. Красавчик. Да, я в Галлиенби. Да, я в Галлиенби. И я в Галлиенби. И я в Галлиенби. И я в Галлиенби. И я в Галлиенби. Чемпионат был через два дня. Я пытался по максимуму отоспаться. И потом уже выступил на чемпионате. И занял третье место. И именно на этом чемпионате я почувствовала, что публика очень поддерживает меня. Да. Они просто видели, когда он на лавочке спал, по-любому. Поэтому они его поддерживают. И тогда я проиграл Андрею Зубореву. А, да? Какой это год был? Это уже в новом зале в этом году, да? Это уже в новом зале, да? Это в новом зале? Да, в новом зале. Какой год? В 2016? 2016. Да, 2016. И, в конце концов, я победил. И, в конце концов, я победил. Но я был очень счастлив. Я был очень счастлив. Потом я выиграл свой бой за третье место. Я была рада тому, что мне удалось подняться так высоко на этом чемпионате. И, в конце концов, я вернулся туда в следующий год. Кого он выиграл за третье место? Японцев? В 2016. В 2016. Даниэль Мелесеви. А, Даниэль, я понял. Это, короче, здоровый такой парень из Сербии, который сейчас живет в Америке. Такой еще, блин, километровый пацан. Да, да, да. Дальше. Потом он в следующий раз приехал, в 2017 году. В 2017 году была немножко другая ситуация. Я был очень расстроен тем, что проиграл на чемпионате мира. И я решил изменить немножко свой стиль боя, драться более расслабленно. Я тоже поправился за это время. Добрал вес. Я вернусь в Нью-Йорк. И, в этот раз, я уже выспавшимся, вернулся в Нью-Йорк. Я говорю, что я должен победить. И я беру победу в первом туре. И я впервые выступаю. И постепенно выступаю. Я вернусь. Первый бой был против Аргентинца. Летень против Диогу Сильвы. Второй бой. И потом с Широ Накаджимой. Накаджима это биг гай. Чемпион Японии в тяжелом весе. Не помню. С 2017 года. Привет ему, если что. Накаджима. Я просто их путаю. Там у них фамилии эти. Но они крутые. Я знаю. Туда крутые японцы приезжали тогда. Я понял. Альхандро Наварро. Это хорошее. А? Финал выиграл Альхандро Наварро. Да, да, да. Такой там вообще трагический был финал. Вообще такой накаленный. Всех трясло. Тогда, кстати, после финала я Альхандро писал. Говорю, ну как твои ощущения? А он говорит, ну Антонио это мужик. Он говорит, мэн. Реально. Слушай, его первая поездка в Америку мне напомнила фильм «Один дома два», когда ребенок полетел без родителей. Просто я там бродил по Нью-Йорку. Спал непонятно где. И пока бандитов не нашел. Так, давайте дальше. Погнали. Что там дальше? Третий турнир. Следующий. Ну ладно. В 2019 году. В 2019 году. Это был немного другой турнир. Потому что в этот раз Альхандро, он выводил меня на бой. Вместе с Максимом. Ладно, это не такое. И это было совсем по-другому, потому что каждый его совет был очень важным, и Максим тоже знал, что мне сказать. И это все вылилось в то, что у меня была уверенность в себе, плюс хорошие выводящие. Он занимается вместе с другом Джемми Биллходжи, который второй на абсолютке стал, тоже крутой боец из Франции. Но в этот раз просто ему повезло, что друг уже был, француз был в Америке. Так, дальше. Он говорит, что я забыл сказать о том, что Максим очень часто приезжает ко мне в ДОД за тренироваться. Я смотрел на Франции, но нормально. Я видел, что он уже видел на Сан-Бе-Жо, и он знает, что когда он увидит, я не знаю, что он уже видел на Сан-Бе-Жо, и он уже видел на Сан-Бе-Жо. А, он говорит, так как он приезжал к тебе тренироваться, ты знаешь, как дерется Максим на тренировке. И вот мы, когда с ним деремся на тренировке, то все остальные останавливаются и смотрят, настолько Макс бьет сильно. Он крутой, а может зарубиться. К нам даже ребята приезжали в других залах подраться. И они такие сразу, о, француз там что-то. И начали драться с ним, и потом такие, о, француз, нормальный француз. И они уже присели, такие, отдыхают потом. Взрослые уже, пацаны, приезжали на спарринги. Взрослые уже, пацаны, приезжали на спарринги. Так, и третий, и когда он выиграл? Взрослые уже, пацаны, приезжали на спарринги. Взрослые уже, пацаны, приезжали на спарринги. Взрослые уже, в первом бою, я встретился с одним своим хорошим знакомым с Канадой. Его зовут Физа, невысокий, легкий такой бой. Затем я встретился с молодым американским бойцом. Он победил Канаду сейчас в Канаду? Он победил Канаду сейчас в Канаду. Это был очень трудный бой, потому что... Даже не смотря на то, что я набрал вес, я дрался против тяжеловеса. И в финале, я дрался против Ашота, который очень удивительный боец. И если мы не знаем, что он в среднем весе выступает, мы можем, зная силу его ударов, представить себе, что это тяж бьет так сильно. Ну да, если он абсолютно в пятерочке. Он молодец. И мне кажется, что он уже привык выступать против бойцов, которые тяжелее его. И так как я вешу 85 килограмм, я не самый тяжелый боец 85-87. И мне тогда казалось, что ему проще даже от этого, что я не такой, не настолько тяжелый. Он тогда, я знаю, Ашот даже выиграл вот этого огромного бразильца, суперогромного, который на мире всех удивил своими габаритами. 500 килограмм веса, 35 метров роста, супер здоровенный какой-то гигантус. И как удалось его выиграть? Как удалось победить Ашота? Он говорит, так как на Америке он весел 140 килограмм, на чемпионате мира 145, я думаю, что это еще не предел. Гигантус, блин. Ну что, как Ашота выиграл? Расскажите, как он подобрал ключик? Как ты думаешь, как у вас? Я сделал скорость, в конце концов. Я уже два ошибки, потому что я не поверил, что я не поверил. Поверяне, во время нашего боя, я получил два замечания, потому что я не совсем правильно выталкивала его статами. И потом я случайно ударил его кулаком по лицу прямо до колена, и были судьи, которые решили, что это удар коленом в голову. Не понял, как это? Прямо до колена? Ну, сначала судьи, а потом судьи. Вот, и как бы я стала объяснять судьям, что это ошибка, а не нокаут. Стал объяснять. И в тот момент мне Александр Наварро сказал, что, так как у тебя уже два замечания, ты должен сделать все, чтобы выиграть. Это очень эпичный момент, но я все дам и все. Ты же ну? Нет, я все дам и все, я аккуратился на конце концов. Я аккуратился на конце концов. Я аккуратился на конце концов. Он говорит о том, что это был такой эпичный момент, и я максимально увеличил скорость в конце боя и выиграл таким образом. Окей, понял. Хорошо, сейчас такой интересный вопрос. Сначала он расскажет, потом я расскажу. Или, ну, наверное, он сначала первый, потом я. Пусть расскажет про наш бой на чемпионате мира. Что он до боя думал, что он во время боя думал. Как он готовился. Он говорит, что это, конечно, был огромный опыт для меня, я его многого научился. Я, наверное, слишком много активности выдал в первом времени. Но потом я почувствовал себя в опасности после того, как я сблокировал учи в голову. Я подумал, что, блин, мне сейчас это даст по голове, то я, ну, будет нокаут. Я был концентрирован на том, чтобы не пропустить удар в голову. Потому что я был на All-American в 2015 году. И я знал, что я должен был быть очень осторожным во время нашего боя. Ну, несмотря на это, у меня была хорошая подготовка. И во втором времени, я считаю, что я немножко сдал в ритме боя. Ну, и, к сожалению, как бы так оно получилось. В общем, я, да, все, спасибо. И этот, и как я расскажу. Ну, у нас был с ним бой за выход в восьмерку или в 16, я вот не помню. И он хорошо шел, несколько японцев там повыключал, повырубал. Я знал, когда они сошли с этим японцем тоже хорошим, я с ним на Японии как подрался, я не помню, что его зовут. Я смотрел, кто из них выйдет, он или японец. Для меня одинаково было все равно, что японец выйдет, что он. Я знал, что это оба трудные соперники. Когда я вышел с Антонио, я как бы даже, я же знаю, что он будет делать. И когда мы начали драться, я все это как бы, я ожидал все эти удары, все этот темп и весь большой. Но когда я начал бить сильное, уже как бы вкладываться в удар, я вспомнил слова Алекандро, что Алекандро сказал, ну он настоящий мужик, он будет терпеть, он будет терпеть до последнего. Я когда там начал его думать, да блин, что ж он там, что ж он терпит так долго. Бью сильно, бью, бью, а он все равно терпит. Я думаю, блин, ну он мужик, он тогда реально мужик. Я его прямо во время боя зауважаю. Ну и тоже удалось подобрать именно тактику. Я понял, что нужно немножко подстроиться под его бой. Я все-таки умудрился подстроиться под его манеру и как бы в его манере продолжить. Но все равно для меня это был один из таких боев, когда меня спрашивают, какие у тебя бои любимые. Для меня любимые бои это те, которые мне дают опыт, на которых я расту. Я могу выиграть, я могу проиграть, но есть такие бои, на которых я расту. Вот с ним такой бой, на котором я реально расту. Я его за это начал уважать. И вот и ради таких вещей он у меня стал даже товарищем. Я могу его даже приглашать на прямой эфире. Потому что благодаря ему я вырос и благодаря мне я знаю, что он вырос. Да, спасибо. Слушайте, я вот написал вопрос, но я так понял, он уже ответил на него. Я хотел узнать, кто его тренер сейчас. У него сейчас нет тренера, да, я так понимаю. Мой тренер раньше, его зовут Джульян Портери. Он тоже участвовал на абсолютном чемпионате мира в Нью-Йорке когда-то. Мира? В Нью-Йорке? Нет, и на чемпионате мира, и там и там. У него очень хорошая техника. Он много раз становился вице-чемпионом Франции, очень часто он встречался между там и с Джемой. Он знает, что он говорит, когда тренирует, боец. У нас есть тренера, которые занимаются только юниорами. И вот у меня был, когда я был юниором, у меня был первый тренер. Мои первые мои два года тренировок. Мои первые мои два года тренировок, когда я уже тренировал со взрослыми, у меня был Сенсеи Лоран Филуз. Он занимал третье место на чемпионате Европы. Да, это был хороший боец. Но он был очень хорошим, и потом он перестал тренировать, и мне тогда понадобился какой-то человек, кто мог бы меня действительно тренировать. И так, как я вкладывал социативно в футбол, и мне хотелось бы, чтобы мой тренер был тем человеком, с которым я мог бы выступать на соревнованиях. Он всегда знает, что сказать в подходящий момент, и, ну, максимум, старается выводить меня на бои на чемпионатах. Я ему действительно доверяю, мне очень важно знать, что он рядом на соревнованиях. Слушай, а почему его не видно вот на международных турнирах? Я никогда не видел. Или я, может, его не замечал на Европах, на Япониях. А почему он не есть? Почему его не видим? Он приезжал на Кианад в 2013 году, но так как он еще работает как кинетотерапевт, Ну, у него... Кинезиотерапевт, да. По Тейпам? Да, и Федитейпу си. Уэ, тоже. Ну, а при, по-разуму, апрель, он парал пар мессаж, когда я в чемпионате. И как бы он занят достаточно, но когда я на чемпионатах, мы очень много общаемся через сообщения или по телефону. Ну, он, что надо делать и все, я знаю, как эти Тейпы накладывать, потому что он его научил. Ну, а на сегодняшний день достаточно трудно выводить меня на бой, потому что я сам уже чувствую бой по-другому и решаю как бы как его вести. И на сегодняшний день я очень хорошо слышу Максима, потому что он тоже знает что и как мне сказать. Например, мне иногда важнее, чтобы мне просто там сказали, типа, все, не останавливайся, вперед, там, дави, чем давали совет по поводу какую комбинацию сделать. Ну, по Тейпам скажи ему, что японцы уже строго начали к этим Тейпам относиться и уже даже иногда снимают их. Они думают, что когда ты Тейп наклеил, то ты станешь чемпионом, поэтому надо быть аккуратным. Именно вот эти Тейпы Кинезио, им кажется, что ты наклеил и по-любому займешь первое место, поэтому внимательнее надо быть. Да, это последнее. Они говорят, что действительно Тейпы могут помочь немножко, в том смысле, что как использовать те мышцы. во время удара, но если смотреть с эстетической точки зрения, то не очень красиво, когда виден тейп из-под Доги. Ну да, может вы наблюдали на чемпионате Европы, что Ашотов заставили снимать все тейпы, когда он вышел здесь расплеенный, на последнем тейпе в Польше тогда был. Так, окей. Тебе там пишут, что 50 минут прошло эфиров. Да нет, я понял, сейчас мы заметим все. Еще один вопрос. Вот он часто ездит на международные сборы. Ездил в Украину, к Шахану, у которого я был. Ездил в Хабаровск, кроме Семченко. Куда он еще ездит и что это ему дает? Я вижу, что он реально там берет все это и реально ему помогает. Что он может по этому поводу сказать? Ну да, ну да, я думаю, что ты понимаешь, что это важно, и это опять, что это ста информационная. С самого начала, как я начал заниматься к Йокушинам, у нас проводились сборы, поэтому мы привыкли к такому понятию, как спортивные сборы. И сборы это хорошая возможность научиться и обменяться какими-то знаниями без того чтобы был предсоревновательный стресс. Я был на сборах у Шихана Всеволодовой в том же году, пару недель до этого я участвовала на сборах с Канадой. И в чехе, и в Канаде, и в Чехии. И в Канаде, в чехе, и в Канаде, в Чехии. И было достаточно много людей, которые приезжали. Ян Сокуп, например, тоже приезжал и проводил сборы. Алисандро Наварро тоже приезжал. И у меня тогда был зеленый пояс. И мне очень это запомнилось. Наварро ему не сказал, лучше бы я тебя тогда задавил, пока у тебя зеленый был пояс. Выросил, показал на свою голову сборы. Победил, блин, потом. Победил, блин. Победил. Я смотрю, и потом я забываю технику. И пытаюсь не отчислить, чтобы не забыть. Для того, чтобы не забыть то, чему я учусь на сборах, я обычно записываю все новое, что я узнаю. Так же я очень многому научился в Хабаровске, и за неделю до этого я был в Токио. И так как правила изменились, это всегда интересно поездить и посмотреть, как тренируются и как переходят на эти новые правила другие. Окей, сейчас я сохраню и еще раз зайду. Я зайду, и вы ко мне опять подключите, окей? Давайте. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова